Всем привет! Сегодня будет обзор первого послания, которое мне вызвала Виктория, она же Векша из города Ташкента. Я уже посмотрела несколько раз эту посылку, потому что делала фотографии в Инстаграм, и поэтому, конечно, мне не будет новостью, что я сейчас вам покажу, но тем не менее, какие-то вещи я не рассмотрела детально, поэтому мне тоже это будет интересно. И такую посылку можно, конечно, пересматривать и рассматривать бесконечное число раз. У Вики есть, как я понимаю, магазин вот этих вот ручных произведений искусства, можно сказать, и если я найду, я вам оставлю ссылку под этим видео. А теперь приступим к самому посланию. Пришло оно мне на почту в таком виде, но, естественно, было в пакете, и вот все упаковано в такой коробочке. Открыв коробочку, мы видим с вами вот такое содержимое. Все было тщательным образом упаковано, видите, продумано, чтобы ничего не помялось, не продавилось в посылке. Итак, открываем. Первое, что мы с вами видим, это вот такие замечательные закладки. Они магнитные, с изображением Майкла Микки, да, мультяшным образом. Я просто уже посмотрела, сейчас специально разверну вам. Послание непосредственно Майклу будет попозже, чуть-чуть оно дальше. А вот это просто такие милые сувениры. Кстати, Вика сказала, что какие-то вот эти вещицы можно будет нам с Полиной забрать себе, за что и большое спасибо. Как всегда. Так, вот такие замечательные магнитные закладки. Они вот здесь на таком листочке расположены, и с двух сторон имеют вот такие вот магнитики. Сейчас фокусируется. Сделано они из бумаги, вот такой ламинированный, с магнитиком. Таких три штучки. И с двух сторон одинаковые образы, то есть аналогично. С этой, с этой стороны очень красиво выглядят. Такие они среднего размера. Так, дальше что у нас здесь дальше? Откладываем это в сторону. Здесь дальше я обнаружила вот такие маленькие, миленькие пакетики. И здесь Вика положила вот такие уже, я думаю, всем знакомые, полюбившиеся брелочки. У меня и на работе, кстати, висит такой, и дома. Все время смотрю на них и вспоминаю. Это очень памятный такой красивый подарочек. Где-то еще был. А вот. Каждый упакован вот в такой вот индивидуальный пакетик. Я сейчас вам открою их, и вы сможете посмотреть, как же они сделаны. Они такие плотные, и крепление у них сделано из бисера. Вот так выглядит. Вот это подвеска, можно сказать, брелочек. Вот такой красивый бисерный шнурочек с сердечком. Причем, это один такой. Потом, второй у нас выполнен в таком же мультяшном стиле. Никки Маус. И он у нас вот такой. И прошу обратить внимание, видите, как красивые и качественно, добротно сделанные. Они тоже лаковые такие. Очень красивые. И здесь у нас такой янтарный ремешочек. И здесь вместо сердечка. Третий прилог у нас выглядит вот там. Подвеска прилог, я не знаю, как лучше назвать. Такой луженький мультяшный образ. Посмотрите, какая прелесть. Здесь тоже вот так вот склеена и с золотой краской. Здесь у нас вот такого цвета бисер. И опять же сердечко. Так выглядит. Так. И последний, четвертый, брелок подвеска. Он у нас тоже в мультяшном варианте. И тоже по цвету. Подобран бисер. И здесь вот такой вот просто граненый, да, шарик. Тоже сделан по цвету. Сейчас я вам их всех покажу. Очень красиво, прелестно выглядят. Такие вкусные все. Все разные, но очень красивые. Супер сделаны. Они такой картон, как пластик. И вот с двух сторон вот так они просто склеены. Но очень качественно выполнены. Очень красивая работа. Классные. Их можно хоть куда. У меня они везят просто вот на крючочках. То есть, не знаю, боюсь вот это повредить. Вдруг что-то случится. Поэтому я просто вот их как подвески использую. Подвешиваю их над рабочим столом. Вот, ну, не знаю, куда используете. Но определенно они будут у меня перед глазами. Буду каждый раз любоваться ими. Следующие. И тут вот такие тоже очень милые штучки. Здесь, сейчас я вам открою их две штуки. И я вам покажу, как они выглядят. Секундочку. Если получится. Ой, что-то. Получилось у меня их открыть. Это вот такие два миленьких блокнатика. Сейчас вам покажу поближе. Тоже вот на такой подвесочке. Кстати, можно использовать как брелок. Здесь такая ленточка красивая. И здесь тоже вот такая подсветка. Ой, подвеска в виде стрекозы. Сфокусирую вам ее. И если вы заметите, посмотрите, как красиво сделано здесь Майкл. Такой выбит, как на бумаге. Такой из-под шоколадки. Давайте попробуем с вами вместе развязать. Такой мини-блокнотик. Красота какая. Ой, это я не видела. Я думала, здесь можно только писать и здесь фотографии. Посмотрите, какие красивые. Это же какая кропотливая работа. Я не знаю, как вам показать размер. Но это, посмотрите, даже меньше такой одной фаланги пальца. Посмотрите, какая прелесть. Вот эта книжечка заветная, которую вот можно носить с собой. Сейчас попробую сфокусироваться. Посмотрите, какая красота. Так можно завязать, подвесить. И вот всегда она будет с вами. Очень красиво. Я думала, что тут просто белые листочки. А там, посмотрите, какая целая фотогалерея. Классно. И второй давайте уже тогда посмотрим. Он аналогично выполнен. Только здесь чуть-чуть другое оформление. Такая же подвеска-брелок. Здесь вместо стрекозы вот такая вот звезда. И вместо фамилии имени Майкла Джексона здесь вот его символ такой. Я так понимаю, что там тоже внутри фотографии. Может быть, она... Здесь вот такие другие фотографии. Давайте с вами тоже посмотрим. Посмотрите, какая красота. Очень красиво сделано. Это же надо напечатать такие мини-фотографии. Их вклеить, сделать странички. Да, это, наверное, с мой ноготок. Это книжечка. То есть, ну вот она, она. Я не знаю, здесь, наверное, на миллиметры размеры уже измеряется. Очень красиво. И вот так завязывайте. И все, он с вами. Красота. Так. И давайте еще вот с вами рассмотрим, что здесь есть. Вот такой вот я обнаружила резной сундучок в посылке. Тоже сам по себе очень красивый. Ну, не думаю, что Вика его сделала. Хотя, может быть, Вика. Не знаю. Мне кажется, это просто как оформление. И вот здесь такие две замечательные тоже были подтрески. Сундучок мы с вами откладываем. И смотрим, что же здесь лежит. Тоже упаковано все в индивидуальные пакетики и двух цветов. Вот такого красного, бордового и голубого цвета. Сейчас с вами получится. Быстро. Так. Изъяла я их из пакетиков. Вот такие два кубика. Чуть-чуть другая здесь уже техника используется Викой. И посмотрите, какая красота. На донышко кубика прикреплена вот такая подвеска. И на ней лав написано. Такая бронзовая. Здесь вот такой вот квадратик. И по периметру, на всех гранях фотографии Майкла. Посмотрите, какая красота. Очень красиво. Здесь тоже такая пимточка. Сердечко. И тоже такая подвеска, на которой держится нить. Тоже за которую можно будет цеплять. Это вот такой красный вариант. Откладываем в сторону. И вот второй такой синенький-голубой. Вариант небесный. Здесь у нас такая же подвесочка, но здесь просто идет цветочек. По граням губика. Тоже фотографии Майкла совершенно другие. И взрослые, и детские разных R. И вот здесь тоже такой крепеж. И здесь вот такое сердечко. Лазуревого цвета. Очень красиво смотрится. Вот такие два кубика. Покажу вам их вместе. Тоже, кстати, они достаточно большие, тяжеленькие, весомые, очень красивые. Вот так они смотрятся. И сейчас мы с вами приступим к основному посланию, которое и поедет к Майклу на 25 июня. До 25 июня на Форест Лоун. И, кстати, в преддверии того, перед тем, как открыть, я хочу вам сказать, что уже начинаю принимать послание. Поэтому, у кого есть идеи и желания, тот может присылать адрес. Если у вас его нет, то спрашивайте у меня. Все контакты будут под видео. И я готова их принять и потом отправить по линии в Америку. А сейчас приступаем к посланию. Так, теперь основное послание. Выглядит оно вот так. Это такая коробочка. Здесь, кстати, вы уже видите, можете видеть часть послания. Здесь тоже слово. Любовь. Здесь такая ленточка. Вот такая коробочка. Здесь у нас также повторяется Майкл Джексон. Посмотрите, как красиво сделано. И здесь такое сердечко. Как войлок. Такой вот приятный материал. И здесь оно обшито таким висером. Очень красиво смотрится. И снимаю вот эту крышечку. Сейчас надо будет сфокусироваться нам с вами, чтобы все рассмотреть. Посмотрите, какая красота. Открывается взору. Здесь по периметру сделано тоже оформление, которое было на внешней крышечке. Вот как раз мы с вами видим, за что цеплять и можно будет отсоединить. Я пробовала, но оно так плотно лежит, что мне кажется, что можно и так это, чтобы выглядело вот здесь. Посмотрите, хочу вам показать все детали. Я сама не рассматривала. Сейчас через объектив камеры вместе с вами посмотрю. Посмотрите, цитаты из песни. Можно прочесть. И посмотрите, как красиво оформлено. Каждая деталь порерисована. Я не понимаю, как это все сделано. Смотрится очень красиво. Я думаю, если вы зададите вопрос, Вика вам обязательно ответит. Здесь есть такие выпуклые части, как сердечко, вот эти два шарика, звездочки. Вот эти все вплавленные вещи. То есть это напечатанное и оно как бы впечатано. Майкл, кстати, выпуклый. Он как бы наложен на всю картинку. Здесь какие-то разводы. Все такое прям текстурное, очень красивое и приятное на ощупь. Вот здесь, конечно же, опять лав, слово любовь. Сейчас фокусируемся с вами. Так это все выглядит очень хорошо. Можно рассмотреть крупным планом все в деталях. Крупным планом и все в деталях. Максимально вам приближаю. Посмотрите, какая красота. И вот так, кстати, вот. Ой, вот я вам покажу как раз толщу. Посмотрите, как это все сделано. Красота, красота. Я даже не пойму, то ли это напечатано, то ли это какая-то глина. Из чего это сделано? Или какая-то как керамика. Я не знаю, прям какой-то слепок. Я не знаю, слюда. Какой-то очень такой материал. Очень красиво, правда, как даже из камня, я бы сказала. Очень красиво сделано. Очень интересный стиль. Или посмотрите, какая композиция. То есть, это же тоже надо продумать, да, какое слово будет внизу. Ну, ясно, какое слово. Допустим, как композиция. Какую фотографию взять. Как вот это красиво все разместить. Как этот текст так впечатать. Запечатать. Как-то его, я не знаю, то ли это в температурном каком-то режиме сделано. Не очень понимаю. Все очень красиво. Как пряничек такой, леденец. Очень красиво смотрится. Пытаюсь сфокусировать. Красота неимоверная. Вот такой он выглядит. Это правильный квадрат. Он, кстати, небольшой. Не знаю, как вам показать. Вот моя ладонь. Вот он примерно такой. Что я хочу сказать. Это было первое послание. Если есть желающие, у кого-то есть идеи, то, пожалуйста, присылайте их еще. Потому что посмотрите, какую красоту мы с вами отошлем. Плюс начались сборы на цветы. Поэтому тоже не забывайте участвовать в этом. И вот в том числе послание. Если у кого-то есть какие-то идеи, воплощайте, дерзайте. И, наверное, до конца мая мы точно их собираем. Поэтому спрашивайте адрес, присылайте их. Буду ждать. А затем отправим с вами все послания в Лос-Анджелес. Поэтому я вам предлагаю поддерживать эту традицию. Чтобы она у нас жила вместе с нами. Мы также отсылали всю Майклу. И вы, если хотите участвовать, то, пожалуйста, участвуйте во всем этом. Не будьте равнодушны. И, наверное, на этом все. Сейчас вам все-таки, наверное, покажу все, что здесь было. Какая красота была. Да, чтобы вы в последний раз посмотрели, какой прелестный наборчик прислала Вика. Ну, разве это не красиво? Очень красиво. Спасибо тебе большое за эту посылку. Спасибо за приятные сувенирчики, сюрпризы. Послание Майклу скоро отправлю. Поэтому спасибо всем большое за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. И если я найду, я вам оставлю ссылку под этим видео. А теперь приступим к самому посланию. Пришло оно мне на почту в таком виде. Ну, естественно, было в пакете. И вот все упаковано в такой коробочке. Открыв коробочку, замечательные закладки. Они магнитные, с изображением Майкла Миккида, мультяшным образом. Я просто уже посмотрела. Сейчас специально разверну вам. Послание непосредственно Майклу будет попозже. Всем привет. Сегодня будет обзор первого послания, которое мне вызвала Виктория. Она же Векша из города Ташкента. Я уже посмотрела несколько раз эту посылку, потому что делала фотографии в Инстаграм. И поэтому, конечно, мне не будет новостью, что я сейчас вам покажу. Но, тем не менее, какие-то вещи я не рассмотрела детально. Поэтому мне тоже это будет интересно. И такую посылку можно, конечно, пересматривать и рассматривать бесконечное число раз. У Вики есть, как я понимаю, магазин вот этих вот ручек. Мы видим с вами вот такое содержимое. Все было тщательным образом упаковано. Видите, продумано, чтобы ничего не помялось, не продавилось в посылке. Итак, открываем. Первое, что мы с вами видим, это вот такие...